МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 20 мая этого года у нас 5 женщин, которые организовали это волонтерское движение. Галина Владимировна Васильева, Розия Рашидовна Ярулина, она у нас казначей, девчонки Людмила и Анна Николаевна Романова. Мы вот 5 человек, которые организовали это дело. Мы в другом волонтерском движении, потом мы отделились, начали самостоятельно работать. Мы снабжаем всех наших 18 филиалов нашего волонтерского движения полностью тканями, сетями. Организую, самое главное, организационные, все вопросы решаю. Договариваюсь с предприятием. У нас очень много филиалов организации, которые нам делают по Якутску. И также у нас 3 же вжитая филиала. Помогаем ребятам, мы это все на фронт сделаем. Мы все пришли туда, в волонтерское движение, чтобы помочь нашим ребятам с активной жизненной позицией. Что что-то хотя бы, ну, если мы не можем, сами туда пойти, мы хотя бы что-то можем им помочь. Они сами на нас выходили, да. То есть они где-то уже, как бы, знаете, это как сарафанное радио, да. И когда вот мы ходили, во-первых, я искала спонсоров, да. Самое главное, у нас и как бы личные средства вот сюда вложили. Ну, мы искали спонсоров. И потом, как бы, зная там мой личный уже опыт, меня как бы многие предприятия знали и доверяли, и нам помогали, и они сами в этом участвовали. То есть очень много предприятий, которые, как бы, и свои личные средства, и, ну, помогают нам. Мы за счет этого покупаем все полностью, отчитываемся. У нас очень крупное предприятие – это социальный фонд Герман Марина Евгеньевна, потом, значит, деловой центр «Алмаз», потом нам помогал, значит, «Восток техторг» Влашин Илья Павлович. Ну, очень много предприятий. Сейчас, ну, как бы, у меня там целый список, как бы, частные люди помогали. Мы плетем пока две разновидности. Это, значит, на индивидуалке для каждого бойца и для техники. Это определенная техника плетения. У нас занимается как раз Галина Владимировна этим вопросом. Она вот полностью… Также у нас есть по сезонности ткани, мы выбираем, да, по цветовой гамме. Вот это у нас идет на технику. У нас сейчас четыре больших заказа. Это идут на большие размеры в ГРУ, потом, значит, танкисты у нас, как бы, мы закрываем позиции, чтобы сохранить. А в летний период, конечно, нужны были индивидуалки, потому что мы ребят спасали, вот, ну, как-то закрывали. У нас же много очень волонтерских движений, как-то там все как-то работаем, сотрудничаем с другими городами, советуемся, как что-то. В последнее время вот мы попробовали сделать одеяло-невидимки. Они у нас получились, но в данный момент мы тоже ищем спонсоров, потому что, ну, там есть нюансы, как бы, там недешевые. Помимо этого мы также еще закупили теплый материал, флис, и шьем. У нас девчонки-надомницы шьют теплые костюмы, потом носки с флиса шьем, потом, значит, балаклавы делаем, ну, какие-то вот так. Потом также у нас еще же участвует Якут Недра. Вот Якут Недра, они тоже, если и личные средства помогают нам, они нам закупают сети. Мы сотрудничаем с волонтерским движением Якутия с тобой, с Аилом Дюруха. Он мне, значит, когда нужны сети, пожалуйста, мы отдаем туда. Потом мы также сотрудничаем с колл-центром Мария. Вот, мы тоже смотрим там по заявкам, она мне скидывает список, мы смотрим заявки, смотрим, какие-то мы уже отработали. Во-первых, когда приходят нам ребята, которые с отпуска или которые только-только заключили этот контракт, мы выдаем полностью там, как получается, дождевики, балаклавы, теплые вещи, сети и так далее. Спрашиваем, в какие роды войска у них они работают. Потому что танкисты, там определенно понятно, что это вот такие нужны сети. Если, допустим, штурмовики, им, ну, нужны совсем другие сети, индивидуалки. И главное, когда приходят ребята, мы уже начинаем с ними как бы сотрудничать. Он, допустим, позвонили, говорит, нам вот нужно три сетки 14 на 20. 14 на 20 – это 40 сетей, по идее, вот таких нужно сделать. А вот таких сетей больших, которые 7,5 метров, это нужно примерно 13 сетей, чтобы вот только, это только одна машина. Понимаете? И, конечно же, нам приходят и молодежь приходит, организации приходят, ну, и как бы родственники приходят, помогают. Вот недавно у нас тоже был танкист, пришли все его родственники, 19 человек, они вот как бы плетут для него все эти жены приходят. А так мы, допустим, отправляем через единый центр, через главный штаб, через АИЛа. Или сами идем на Почту России, отправляем посылки до определенной воинской части на определенного человека. Все посылки, которые мы отправили через Почту России, все дошли. Но бывает интервальность, бывает за 11 дней дойдет, а иногда 2 месяца шла. На одни сети получили, пришел нам ответ, что получили, но кто их получил, что-то вот это вот вам, в этом плане нам никто ответ не дал. Также у нас ушло 18 женщин в августе месяце на фронт медики, 9 девчонок мы взяли на себя, полностью мы снабдили там теплыми вещами, личной гигиеной, там родственники дали, мы еще продукты им отправили, начиная от дождевиков, теплых вещей и всего остального. А самое главное, что мы им отправили, а также нам техноавия помогала, они нам по себестоимости, мы у них купили сапоги такие, знаете, вот как костюмы такие, болотники, да, вот эти вот, как рыболовные, да. То есть девочки заказали, у нас нет размеров там, ну девчонки там 36, 37, 38 размер. 7 или 8 предприятий у нас социальный фонд, потом Якутнедра, НВК Саха, Россельхознадзор у нас, да, там девчонки так, причем они сначала как-то, да, ну то мы не сможем, не сможем, не умеем, все быстро делают, очень шустро. Ну как бы молодежь, конечно, они молодцы. Потом также у нас вот филиалы, это наш ансамбль Хаят, они вообще у нас одни тоже, одни из лучших, да, они плетут у нас индивидуалки, то есть мы как бы это разделили, каждый, допустим, допустим, организации мы, мы плетем на технику, потому что такая большая потребность. Вот у нас Хаят ансамбль, видите, у нас сейчас, допустим, зима, у нас индивидуалки белого цвета, сейчас, допустим, у них в декабре-январь начинается, начинается так, ну, снег, и, ну, как бы цвет белый, он принимает ту местность, которая есть. Вот это вот сейчас у нас осень идет, вот, осенние такие. Они тоже делают индивидуальные сети, вот они делают также на шлемнике, ребятам, вот, на шлемнике, на каску, и вот тоже они имеют такая сезонность, допустим, вот зима, где у нас, я не знаю, нет, это не лето, это осень у нас сейчас как раз. То есть у нас цветовая гамма разная, мы спрашиваем, в какой, в какой местности находятся ребята, и там, как бы, по этим, ну, тут жухлая трава такая уже, вот, красивая такая сеть хорошая. У нас же очень много волонтеров, которые у нас Галина Владимировна обучала наши волонтерские движения, это Усть-Алдан, у нас Елена Свешенько очень довольно-таки активная тоже, потом Амга у нас Римма Васильевна и девчонки Сусь-Мая тоже, они приезжали, нам училась в летний период, обучались, мы полностью им там помогли, как, какие-то сети покупать, там, ну, как бы, где, что, как бы, вот эти все организационные вопросы, и сейчас они самостоятельно, мы с ними сотрудничаем. Также мы, конечно же, сотрудничаем с самым главным со штабом, это Якутия с тобой, с Аилом, вот, также мы какие-то рекомендации и работаем с Новосибирском и с Иркутском, там очень тоже активные волонтеры, и мы, как бы, даем какие-то друг-другу там, ну, обычно мы у них там спрашиваем, они более такие там продвинутые, они давно уже, они с начала 22-го года занимаются, и они нам все подсказывают, какие ткани, какое лучше плетение, то есть, ну, мы сотрудничаем, конечно, вот, а последнее время, вот, конечно, вот, ребята требуют эти невидимки от дронов. Вчера нам буквально приходил боец и рассказал, какие, какая потребность в этом, ну, потребность большая. Там самое главное, что стеклофальма нужна, ну, типа, как вот фольга определенных, да, там, вот, там определенный завод ее делает, фольга, там ничего такого сложного нет, фольга, потом там всями идут всякие утеплители и определенная ткань, мы ее сделали пробной, она прошла, мы через тепловизор проверили, как бы, ну, сама стеклофальма, вот эта, которую мы пользовались, она не прошла, то есть, она ее видит, потом начинает осыпаться, но мы сейчас другую стеклофальму заказали, по которой требуется, вот, ну, нам девчонки с Иркутска подсказали, с Новосибирска какая, какая нужна, ну, а эффект такой, да, что, вот, ну, идет светоотражение, то есть, тепло держится внутри за счет фольги, и там тоже определенная ткань нужна, не просто там какой-то, там, Оксфорд не подойдет, допустим, да, если Оксфорд мы используем для индивидуалок, и для техники, она, довольно-таки, ткань, как дождевик, ее оттряхнул, и она не намыкает, то там определенная ткань, ну, у нас лично получилось, но одеяло довольно-таки тяжеловатое, то есть, больше они даже, наверное, комфортные, как спальники, мне приятно спать, но они тоже выполняют свою функцию, то есть, дрон их не видит, и потребность большая, но для этого нужен определенный цех, потому что стеклофальма имеет такое свойство, она все как стеклофата, понимаете, вот там надо, нужно определенное, чтобы люди занимались, были в спецодежде, ну, как-то вот так, ну, как бы обязательно нужен швейный цех, также мы еще сотрудничаем, письмо написали, сейчас скажу, в индустриальный педагогический колледж, и у них там прямо хороший швейный цех, у нас же сейчас нехватка вот швей, вот просто сейчас там экономисты, юристы, там всех их много, и что толку-то от них, а вот профессиональных швей у нас, как выяснилось, нет, мы обратились к ним, они нам помогли, но там девчонки, там первый курс, они отшили дождевики нам, девчонки написали прямо на другой стороне дождевика письма солдатам, вот, но как бы тоже там у них идет учебный процесс, они не могут, вот, хотя у них там и профессиональный стол раскрученный, и швейные машинки у них есть, конечно, нам нужна такая помощь, вообще нам нужны швейные. Волонтеры-добровольцы – это большая гвардия вокруг наших солдат, защищающая и поддерживающая их в самые трудные времена. Человек, который пришел в волонтерское движение, это, ну, он совсем с другой активной позиции, понимаете, это же без разницы, каким волонтерским движением, вот сегодня, допустим, нам все эти придут, это те люди, которые никогда не пройдут мимо какой-то чужой беды, пусть это будет животное, пусть это будет уборка мусора, ну, как-то каких-то градоустройств нашего города, то есть это всегда были волонтеры, то есть, ну, это люди с активной жизненной позиции, которые там не будут сидеть ровно диванными критиками, а встали и пошли, и помогают. У нас же и волонтеры, у нас и пенсионеры, и молодежь приходит. Чего мы начинали? Конечно, мы там начинали, сами все резали, и сколько у нас было волдырей на руках, это тоже. Потом нам помогли также спонсоры, да, спонсоры, и мы помогали, они нам купили электронные ножи, электрические ножи, и мы все теперь раскраиваем. Но у нас другие филиалы все равно ножами сами режут. Также нам обращают филиалы наши, вот, волонтеры с другого, с районов, я им помогаю закупать, там, отгрузить, зырянку также, вот, что у нас, зырянки тоже там волонтеры, все помогают. Все-таки руководители вот этих предприятий, 15 предприятий, это от них идет инициатива, инициатива от работников. То есть иногда мы просто, нам приходят, знаете, вот мы на такая-то организация, мы хотели бы помочь, не, как бы, у них там нет возможности полностью, мы их обеспечиваем тканями, сетями и стойками, где-то они нам помогают, где-то что-то организация, и дальше, конечно, они сами плетут. Это очень большое, допустим, чтобы нам мы все филиалы за неделю только сплели одну большую сеть, 14 на 20, это же, ну, тоже такой труд. Там, допустим, Якут, Недра, две сети, там, Саха, НВК, Саха, там, 4 сети, потом другая, Россельхоз, там, тоже 4 сети в неделю, а в общей массе это прилично получается. Так же, как вот у нас Житай, немножко, конечно, сложновато контролировать, но там у нас очень хорошие руководители этих филиалов, и они нам, как бы, помогают, и мы в онлайне, как бы, смотрим, также руководители. Администрация поселка Житая нам очень хорошо помогла, нефтебаза Житайская нам очень помогла, вот этих 9 девчонок, которые ушли на фронт, нам полностью помогла Житайская нефтебаза. Чтобы сохранить жизнь нашим ребятам, чтобы это тоже быстрее все закончилось, но надо как-то тоже принимать, не сидеть там, и ребята приходят, а тут нам вчера пришел боец, да, он тяжело раненый, у него контузия. Он говорит, я, говорит, пришел, я была немножко в таком шоке, что мы там сражаемся, а здесь как будто ничего не происходит. Конечно, им нужна также будет психологическая поддержка, потому что, ну, смотришь так, ну, там молодые ребята, понимаете, молодые. Она вот пришел, ну, вообще молодой. Я говорю, ты, наверное, школьник, после школы тебя забрали. Он говорит, нет, 24 года, я уже год как на фронте. Понимаете, он пришел на две недели. И его отец, кстати, с сестрой тоже приходит нам, плетут, помогает на технику сети. Хотелось бы, конечно, пригласить как можно больше волонтеров, чтобы нам помогали. Всем, всех благодарю, всем большое спасибо. Я очень рада, что нам, у нас в нашем коллективе, прямо, ну, очень хороший, у нас очень хороший дружный коллектив. Волонтеры работают и в выходные дни. Плетение сетки – дело трудоемкое. Из получаемых модулей бойцы сами формируют маскировки любого размера. Число филиалов волонтерской группы «Добровольцы» на сегодня выросло до 18. В 16 августа начали совместно работать в социальном доме. Живут инвалиды и перестарелы люди. Вот и они с радостью взяли наши призы. И вот помогают, приходят, работают. Кто целый день, кто полдня, кто два часа – это большая помощь очень. Мы приготовили 93 сети и 150 лишних нашлёвников на данное время. И сейчас тоже забираемся до Нового года, здесь ещё побольше. Благодаря Михаилу Каприевичу создали вот такое волонтерское движение. Ну, и рады то, что со штабом мы работаем тесно. Они всё предоставляют нам. Наш ЛЕО находится в Пушкино-31, РКЦО. Это вот социальный дом, да, именно республиканское РКЦО. Это республиканский комплексный центр для инвалидов. Я обучаю, вот даже с города приходят к нам жители. И я вот именно ответственна, чтобы они научились и продолжали работать. Мы очень благодарны, что мы тоже частицу своего души отдаём нашим бойцам за победу, чтобы они вернулись живыми. Ждём. У меня двое братьев родных служат и моя дочь. Вот среди 18 девчонок она уехала 5 августа. Ну, и вот ждём, конечно, с победой. Стараемся, ну, гордимся ими. И вот ради этого, вот именно волонтерскую вот эту мы вошли. Мы при чём сети в ДК Кулаковского. Мы следы там работаем. Нас не очень много, но мы работаем очень дружненько, очень хорошо. К нам приходят ребята-студенты иногда. К нам приходят, нам помогают сотрудники. У нас группа пенсионеров, так скажем, да, и сотрудники, которые работают в Доме Дружбы Народов, они тоже приходят во время, когда они свободны, они приходят и помогают нам. Так что мы стараемся очень для того, чтобы сделать как можно больше сетей для наших ребят, чтобы наши сети их хранили, оберегали. Всегда, когда мы плетём, мы думаем о том, что нашим ребятам будет полегче, хоть на чуть-чуть, хоть на капельку, на одну капельку будет легче. По мере сил стараемся. Вот в субботу мы сделали сеть 5 на 3. Приходили сотрудники детского сада номер 100, Белоснежка, помогали. В следующую субботу опять придут. Так что кадеты вот должны подойти, из водного транспорта приходят ребята. Общественные организации тоже приходят, помогают. В общем, все неравнодушные люди присоединяются к нам. Приглашаем всех присоединиться к нам. Мы работаем по адресу Якова Потапова, 11, в магазине «Заря», второй этаж. Мы пришли по объявлению в самые первые дни, с конца мая этого года. Пришли на Короленко сюда. Здесь нас научили плести сети. И уже примерно через полтора месяца организовали филиал. У нас, поскольку социально-досуговый центр, у нас в основном ходят пенсионеры, инвалиды. Ну, все работают. С мая месяца мы сделали 100, около 100 сетей. Мы плетем индивидуальные сети. Материалом нас обеспечивает отсюда, с Короленко. Плетем, принесем, сдаем. Берем новую ткань и плетем дальше. Сейчас мы работаем в экспериментальной сети зима. До этого мы работали осень, а теперь зима. Ну, наверное, спокойствие за наших ребят. Ожидание победы о том, что вот наша работа, она все-таки поможет нашим ребятам быстрее победить. Короленко сейчас мы приехали сюда работать в мае месяце к концу. Я сначала вообще не знала, что такое вот этот сет, что такое это вообще волонтерство. Никакого понимания не было. Я пришла просто помогать Маргарите Николаевне принести сюда сети. Потом сразу осталось, и как-то сразу мне понравилось, что мы, оказывается, тут помогаем своим ребятам, которые защищают нашу Родину. И с тех пор мы, не прикладывая рук, и ночью, и днем работаем, мы делали где-то больше 100 сетей. У нас и работает молодежь. Я на пенсии, поэтому в свободное время прихожу сюда, помогаю вести сети. Моя однокурсница сюда ходила, и она меня пригласила. Ну, я вообще давно хотела, просто не знала, где вот этого. Как бы, вот рекламы мало совсем. Вот есть люди, которые хотят заниматься этим, но не знают, куда идти. Поэтому вот правильно вот такие передачи, чтобы люди знали. К нам приходят разные люди, и даже в обед, вот рядом работают, которые в обед на час пришли, раз, поплевли немножко. Я говорю, вот у меня тоже уже, как профдеформация, я иду, люди сидят на лавочках, болтают. Пришли бы у нас, поплевли, и хоть часочек-другой помогли. И приглашаю всех помочь для наших бойцов, для защиты наших бойцов. Мы это делаем, в общем-то, больше для себя, правильно? Что мы делаем доброе дело. Дочь участника Великой Отечественной войны. Мой отец, ему было 20 лет. В 1942 году он ушел на фронт, защищал Ленинград, а потом его направили сюда, на войну с Японией. И вернулся только в 1948 году. И в честь его памяти, в честь памяти моего дяди Александра, который без вести пропал, был пограничником в самые первые годы. Ну, в дни войны он без вести пропал. Был на границе командиром роты пулеметчиков. Сюда я пришла в мае месяце, но до этого я тоже имела опыт, с февраля этого месяца мы плели. У нас Светлана очень много работает, ищет, как бы сказать, кто нам поможет. Вот появились у нас такие возможности. Сейчас вот, например, якут-недра нам это все предоставляет. Иногда мы плетем и до ночи. Светлана сама нас выгоняет. Хотим еще посидеть, поплести. Ну, бывает такой настрой. Нет, она говорит, хватит. Вот. Так что некоторые приходят после 7 утра, весь день. Некоторые приходят вечером после работы и допоздна сидят. Некоторые в обеденный перерыв, некоторые на несколько часов. Ну, бывает, школьники приходят. У нас были летом на канюкулах. Были практиканты, студенты. Молодежь у нас приходит. У нас Росельхознадзор. У нас девочки так быстро плетут, быстро научились. Прямо радуемся мы. Социальный фонд тоже очень быстро научились. И плетут, и плетут. Так что мы думаем, что не только своими пальчиками, своими руками. Мы через космос, наверное, мы передаем бойцам не только тепло своих рук, а положительную свою энергетику. Какие-то, наверное, нодочки родного края. Нам помогают школьники. Вот сами пишут письма, рисунки детские. Очень солдатам это нравится. Школа номер 32 предоставила нам рисунки, письма, сладости. Школа номер 4 вместе с родителями. Также немножко хоть 12 тысяч, но это тоже подмога. Потому что шнуры вязальные, да, сети купить, это тоже очень. Мы, Светлана Шлис, купила на эти средства. Будут шиться теплые костюмы, шьем, да, много кянчи, всякие вот, да, эти костюмы, флисы, дождевики, балаклавы, рукавички. Ну, все равно как бы у них мозоли появляются, боится, потому что надо все это окопы копать. Вот эти рукавички, вот эти такие толстые, крепкие, они помогают. Хочется, чтобы до ребят дошли не просто вещи, снаряжение, но и частичка нашей души, говорят наши волонтеры. Хотим, что они возвратились с победой, думаю, мы их и ждем, потому что наши семьи тоже сын там находится. Мы ждем их, что вернулись своих родных, детям, женам, отцам, матерям. Ребятам я хочу пожелать поскорее, чтобы закончилась поскорее специальная эта операция, и чтобы все они были живы, здоровы, вернулись к своим любимым семьям, к матерям, к женам, к детям, которые их очень-очень сильно ждут. Мы тоже очень-очень сильно всех вас ждем, ребята. Возвращайтесь. Дорогие ребята, мы желаем вам вернуться живыми, и очень надеемся, что сети, сплетенными нашими материнскими руками, что это тепло передастся, и мы вас ждем. Им здоровья, пусть вернутся к нам живыми, и для этого мы немножко помогаем. Вот дети придем, и победы вам, ребята, и мы ждем вас с победой. Конечно, мы ждем уже давно, уже с прошлого года. Мы надеемся, что скоро все кончится, будет мир. Наши парни вернутся, матери ждут. Чем больше мы изготовим сети, тем быстрее все это закончится, так думает каждый волонтер. Волонтеры – это настоящие герои, безвозмездно оказывающие помощь и поддержку нашим защитникам. Спасибо вам за ваш труд, за истинное проявление доброты и любви к Родине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова